ТПФ «Успех» Получили договор на темчасовую споруду, аренду покрытия под своими магазинами. Вот видим результат. Администрация все обвинения отбрасывает. По их версии, нападение направлено на дискредитацию руководства рынка, так как их оппоненты узнали, что 32 магазина со спорной ситуацией вскоре сдадут в аренду атошникам по льготной цене. В 2015 году представители полка АЗОВ обратились в администрацию с просьбой предоставить им павильоны для того, чтобы в будущем создать рабочие места для трудоустройства участников АТО. Очень долгое время велись переговоры между администрацией и представителями полка АЗОВ. И в феврале 2016 года был подписан договор, который гарантирует резервирование за военными 32 павильонов. После погрома на место прибыла полиция. Следователи приняли целую кипу заявлений от пострадавших, а патрульные сотрудники превентивного отдела разрядили обстановку своим присутствием. Ну а пока жертвы нападения разгребали завалы, мэрские управленцы успели собрать журналистов и в который раз заявить, рынок появился незаконно и скоро они его заберут. На сегодняшний день уже заключены договоры и они являются, у них правовые отношения с городом, так как городская земля там всегда была и есть, она никому не отводилась, ни в собственность, ни на право аренды, ни коим другим образом. Напомним, успех родился на карте Одессы в конце 90-х. В настоящее время на нем расположено около трех сотен павильонов, возведенных за счет администрации. Еще при беглой власти успех пытались полностью узаконить, но чиновники упрямятся по сей день. Лично я здесь не присутствовала, кто устраивал данный погром, я не знаю. Кроме того, со стороны городского совета вполне возможно была какая-то провокация, то есть этого отрицать тоже не стоит. Почему? Потому что у администрации есть все документы, которые подтверждают право собственности на нежилые строения. То есть мы имеем полное право сдавать в аренду эти помещения.